И котельные работают на полную, и батареи греют, а тепла все нет. По подсчетам специалистов, запорожские школы, детсады, больницы и другие социальные объекты теряют до 30% тепла. Все из-за старых окон, дверей и холодных стен. Исправить ситуацию в Запорожье намерены с помощью реконструкции и утепления зданий. Как разговаривает воробей? Чик-чирик! 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 Это отделение социальной реабилитации детей-инвалидов в Хортицком районе посещает около полусотни ребят. Тут педагоги, медики и психологи помогают особенным детям адаптироваться в обществе. Воспитанники с удовольствием мучатся, занимаются на тренажерах, играют и рисуют. Но зимой проводить занятия проблематично. Окна большие, обогреваемость помещения очень низкая, бывает 10-12 градусов. Детей одеваем тепло. Просим одевать свитера теплые, носочки теплые, телогреечки с собой приносим. На зиму в отделении заранее запасаются обогревателями, теплыми вещами, а родители даже шьют для детей вот такие подушечки. Теплые подушечки стелим на стулья. Холодно зимой и в отделении с помощью на дому жалуются сотрудники. Оно находится в том же здании. Исправить ситуацию в мэрии планируют уже в этом году. Помещение отремонтируют и утеплят. Будет утеплен фасад, будет реконструирован тепловой узел, будет изменена подача электроэнергии. То есть система проводка сама будет заменена, что позволит более эффективно использовать электроэнергию. Будет утеплена крыша, подвальное помещение и замена окон. Если мы, ну сами понимаете, хотя бы частично реализуем тот проект, о котором мы сегодня много говорим, то есть термомодернизация всех объектов. Жилого, жилищно-коммунального хозяйства, вот объектов социально-культурного направления. Ну представьте, сколько это в масштабах даже города мы сможем экономить. В другом крыле здания, где находится райуправление труда и соцзащиты, на холод не жалуются. А вот работы много. В прошлые годы за счет средств горбюджета и Европейского банка отремонтировали помещение, актовый зал, оборудовали пандус и туалет для инвалидов. Говорят, во время ремонта учитывали и возможность экономии тепла и света. Для этого заменили окна, двери, поставили энергосберегающие лампы и утеплили потолки на втором этаже. В планах на этот год продолжить работу, в том числе и по энергосбережению. В этом году нам должны выделить 2,2 миллиона на капитальный ремонт. То есть стройка продолжается. Сюда в эти деньги войдут наружное утепление здания по термомодернизации, въезд, парковочная площадка, отмостки. То есть благоустройство. Мы планируем тоже сделать на улице детскую площадку. Модернизировать здание полностью мэрии планируют к октябрю. Кроме того, обещают соцработникам новую арктехнику.